Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые эксперты, зрители нашего мероприятия. Рада приветствовать вас на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Мы продолжаем серию обсуждений на экологические темы. И сегодня мы будем говорить о проблемах с просвещением, культурой и образованием жителей стран центрально-азиатского региона в области охраны окружающей среды и экологии. Ну, как мы все знаем, экосистема нашей планеты, к сожалению, разрушается и губим ее мы, люди, деятельность человека. И если человечество не поймет, что нужно менять отношение к своей земле, к охране окружающей среды, то природа изменит к нам свое отношение. Мы уже это видим. Ну, и надеюсь, что мы все просто-напросто не сгорим. Давайте поговорим о том, понимают ли жители стран нашего региона о том, что происходит. Знают ли жители региона, что и как нужно сделать, чтобы смягчить последствия изменения климата в их странах. И знают ли они, как приспосабливаться уже к тому состоянию, в котором мы живем. О том, как обстоят дела с вопросами экологической культуры, просвещения и образования в странах Центральной Азии. Сегодня мы будем говорить с экспертами, экологами, активистами, учеными из четырех стран Центральной Азии. Из Казахстана сегодня с нами Алия Веделих. Алия имеет большой, более 20 лет опыт работы в экологических проектах и организациях, включая Экообраз, Ресурсный Центр, Экоформула, Экоформа, ПРООН и АСБК. Она работает в экологическом общественном секторе с 1998 года. В 1999 году зарегистрировала молодежный экологический журнал «Я и земля», редактором которого была на протяжении трех лет, и который до сих пор выпускается в городе Караганда. В 2002 году она окончила Карагандинский государственный университет Букетова со степенью бакалавра по специальности эколог-преподаватель экологии. В 2014 году получила степень магистра в Германии в университете имени Либиха. И в 2021 году Бременский университет Якобса, в котором Алия работала на диссертации о социальной истории целиной компании в Казахстане, присудил ей докторскую печь и степень. Она является создателем информационно-аналитического ресурса «Экостаньюз» с организатором Центрально-азиатской премии для молодых активистов «Терешкевич Эвертс» и инициативы в поддержку животных «Омерфест». Из Кыргызстана с нами на связи молодая экоактивистка Нурджан Чунуева. Она эколог, специалистка в медиа и адвокации, лауреат региональной экологической премии «Терешкевич Эвертс» 23 года. Ведет масштабные информационные кампании в сферах экологии и урбанистики на темы качества воздуха, изменения климата, городская мобильность, озеленение, управление отходами и энергоэффективность зданий. Из Таджикистана с нами Аниса Абибулоева. Она эколог с семилетним опытом работы в области защиты окружающей среды, является проектной координаторкой экологической организации «Маленькая земля» и членом Совета Climate Action Network ВЕКЦА. И в 2022 году она также стала лауреатом молодежно-экологической премии имени Терешкевича. На конференции сторон 28 Аниса была одной из делегаток в рамках первой международной программы молодых климатических делегатов. Ранее она работала с ФАУ в Таджикистане и консультировала ООН, ОБСЕ по вопросам участия молодежи в климатических действиях. И эксперт из Узбекистана, наш уже постоянный эксперт, уважаемый Саид Расул Сангинов. Он ведущий консультант Комитета Сената Оли и Маджлиса Республики Узбекистан по вопросам развития приоралия и экологии. Заместитель председателя исполкома Центрального Кенгаша экологического движения Узбекистана с 2010 года. И Саид Расул Сангинов входит в состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Кабинете министров Республики Узбекистан. С сентября 2018 года по настоящее время он член Международной академии наук по экологии и безопасности человека. Спасибо, уважаемый эксперт, за то, что вы все приняли мое приглашение. И, как я уже вам говорила, наша встреча состоит из трех блоков. В первом блоке мы поговорим о нынешнем состоянии экокультуры в наших странах, затем о том, что делается. И в третьем блоке о том, что нужно предпринимать безотлагательно, чтобы еще успеть спасти, что можно и как приспосабливаться к нынешним условиям. Итак, давайте первый блок о том, в каком состоянии находится наша экокультура. К сожалению, к 20-м годам 21 века стало понятно, что все предпринимаемые, предпринятые ранее действия по внедрению экологического воспитания человечества не приносят хороших результатов. Наша планета стремительно разрушается, и виной тому чаще всего люди, в том числе наше поведение. Уважаемые эксперты, я хочу, чтобы вы сегодня рассказали о том, в каком состоянии находится экологическое просвещение в ваших странах. О самых острых проблемах, связанных с экологической культурой, просвещением, образованием самых разных слоев населения в наших странах. Давайте начнем с Казахстана. Уважаемая Алия, пожалуйста, вам слово. Что вы наблюдаете у себя в стране? Коллеги, очень приятно всех вас видеть. Спасибо организаторам, спасибо всем со-спикерам и слушателям. Привет вам из очень снежной Алматы. У нас сегодня прям нас завалило. К сожалению, к нам еще не присоединилась Светлана Мигелюк, потому что она бы рассказала про то, какая у нас в Казахстане ситуация с экологическим и климатическим образованием намного подробнее. Потому что Светлана и сама преподавала и делала соответствующий раздел в национальном сообщении Казахстана в рамочную конвенцию ООН об изменении климата. У нас нет отдельного предмета экология в школах, модуль по экологии. Есть в рамках предмета глобальные компетенции. То есть это не самостоятельные предметы, не самостоятельная дисциплина в рамках одного из многих школьных предметов. Отдельного климатического образования тоже нет в школьной программе. Есть, как и в других странах, в программе девятого класса дается блок по пониманию климата. И ситуация такая, видимо, как и в других странах Центральной Азии, что к тому моменту, как школьники заканчивают школу, они вообще забывают, что они там проходили в девятом классе про климат. И когда, будучи студентами или уже взрослыми, то такая ситуация, что климатические активисты заново доказывают выпускникам, что изменение климата существует. Ну, это такая странная ситуация, как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии. Ну, конечно, другие спикеры отдельно скажут по своим странам, что все говорят, начиная от политиков, заканчивая экоактивистами и вообще обычными гражданами, что нам нужно повышать уровень экологической культуры, экологическая культура нам необходима, что это ключевое, но в то же время нет отдельной дисциплины и вообще Министерство образования как-то никак не подкрепляет это все на практике. С климатическим образованием очень похожая ситуация. Мы видим, что у нас на уровне президентов озабоченность, проблема изменения климата, но и сейчас нашим правительствам как никогда нужна общественная поддержка, но в то же время климатические активисты больше тратят время на то, чтобы убедить население, что изменение климата существует, хотя это, в общем-то, должно происходить в школах. Могу привести пример. У меня дочка учится в немецкой школе с первого класса и уже в девятом, и, допустим, ей доказывать, что изменение климата происходит и что это реальная проблема, не нужно. То есть для немецких школьников это проблема по умолчанию. Дальше уже идет, что с ней делать. У нас в основном силы тратятся на то, чтобы убедить людей, что это проблема. И в основном я бы хотела сказать как раз таки, что можно сделать именно на уровне региона, и как нам можно было бы объединить наши усилия для того, чтобы продвинуть как экологическое, так и климатическое образование. Но в целом... Да, это в третьем блоке по рекомендациям. Да, поэтому могу сказать, что для молодежи Казахстана это проблема в топ-3 среди страхов в отношении будущего. Допустим, фонд Фредериха Эйберта в 2022 году опубликовал исследование, и согласно этому исследованию для молодежи казахстанской изменения климата это проблема номер три. То есть там первый у нас идет страх относительно возможной войны в регионе. Вторая проблема, которая беспокоит казахстанскую молодежь, это растущая бедность в казахском обществе. В казахстанском обществе проблема номер три – это изменение климата. То есть мы видим, что как изменение климата, так и экологическая деградация в целом общество беспокоит на уровне образования. Мало делается чего-то систематического, поэтому если попозже к нам присоединиться Светлана, я бы хотела попросить нашего модератора попозже еще предоставить слово Светлане, чтобы она слегка более детально раскрыла эту тему. А так я бы хотела дальше передать слово Кыргызстану. Спасибо большое, Алия. Мы надеемся, что Светлана присоединится к нам. Ну, а сейчас мы послушаем Нурджан Чунуеву. Она расскажет о том, какова ситуация в Кыргызстане. Пожалуйста, Нурджан, вам удалось запустить? Другий май, пожалуйста, можешь открыть мою презентацию или дать доступ на... Мне слышно, да? Да, я доступ дала. Получается? Доступ. Где тут широкий экран? Мне кажется, к этому блоку сейчас не получится. Я вот сделала небольшую презентацию в целом об экологической культуре. Немножко хотела бы поговорить об этом как о явлении, о философии. Потому что я вот когда училась на эколога еще лет шесть-семь назад, я была на презентации Эмиля Жапаровича Шкурова. Это выдающийся эколог, доктор географических наук. Его уже нет в живых. Но вот как раз там была презентация, круглый стол по развитию экологической культуры и образования вместе с Министерством образования. И мне вот врезалась память, как он сказал, что экология, культура стоит выше, чем образование, потому что культурный человек никогда не позволит себе выкинуть мусор на улице. И культура — это как основа можно не получить образование, но, будучи культурным человеком, быть также экологически просвещенным. И когда мы обычно говорим про экологическую культуру, если делать опрос среди населения, то мы говорим только про выбрасывание мусора, о чем говорят люди. Но это включает не только мусор, это также огромный спектр экологических вопросов, в том числе водопользование в городах и селах. Также культура потребления, то, что мы едим, как мы едим, что мы носим, про культ потребления. И также про транспорт, на котором мы передвигаемся, там общественный транспорт или велосипеды — это намного лучше, чем дизельное топливо. Экономия энергии, электричество — то, с чем сталкивается сейчас Кыргызстан, это у нас энергетический кризис. А также сохранение природных территорий, культура поведения там, для того, чтобы не нарушать экосистемы, и озеленение, что включает сохранение и приумножение зеленых территорий. И я бы хотела сказать, что необходимо продвигать это все через традиционные практики, экологические практики. И вообще вот кочевая культура, которой мы принадлежим, буквально там ста даже лет нет, это полностью безотходное хозяйство. И, ну, то есть кыргызы, они имеют очень развитые технологии по пастбищепользованию, и вообще люди понимали, как мы зависим от природных ресурсов, от окружающей среды, и смогли выжить благодаря этому. Сейчас мы живем в городах и оторваны от экологии, да, и, к сожалению, это все забывается, и можно увидеть то, что все наши трассы засыпаны просто мусором, что, конечно же, очень ужасно. И очень большую роль играет именно сообщество и продвижение через сообщество. То есть как это внедряется, я вперед зашла, да, как это внедряется в Европе, привитие экологической культуры. То есть если мы будем как экологическое сообщество, то есть внутри себя это сублимировать и распространять, и также распространять через разные сообщества, это будет работать. Спасибо. Спасибо большое, Нуджан. Но в каком состоянии находится сейчас эко-культура в наших странах, наверное, всем понятно. Аниса, давайте вам слово. Расскажите, пожалуйста, о том, какова ситуация в Таджикистане. Большое спасибо. Знают ли люди о том, что от нас зависит то, к чему мы придем в конце? Да, большое спасибо. Надеюсь, меня хорошо слышно, видно. Спасибо за приглашение. Очень рада видеть много знакомых лиц, коллег. Что сказать насчет нашей эко-культуры? Ну, конечно, в Центральной Азии, если описывать в общем, то у нас абсолютно похожие проблемы в регионе. В общем, что можно сказать, то, что большая проблема стоит в освещении экологических проблем и интеграции экологического образования, экологической культуры не только у нас в Таджикистане, но и во всей Центральной Азии. По Таджикистану я хочу привести три, подчеркнуть три основные проблемы. Во-первых, это то, что вообще в настоящее время наша система образования очень сильно отстает от экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся. Во-вторых, как уже Алия сказала, нет никаких специализированных предметов, которые бы обучали экокультуре, экообразованию. Потому что, когда мы говорим об экообразовании, оно и подразумевает в том числе и какие-то этические нормы элементарные, да, не выбрасывать мусор по дороге. У нас в Душамбе очень часто можно увидеть, как идет ребенок с мамой, с родителями, просто посредине дороги выбрасывается мусор, хотя урна может быть буквально в 10 метрах. И что у нас выходит, то, что целые поколения уже растут без понятия важности сохранения природы и принятия экологического образа жизни. То есть вот без этой такой социально-экологической ответственности. Другая очень острая проблема, которую мы особенно наблюдаем как в МПО-секторе, это то, что не хватает очень сильно информации на таджисском, на национальных языках. Это очень острая проблема, в том числе и на уровне школ и так далее не применяется экологическое образование, потому что просто нету качественных материалов, которые могли быть понятны всем на родном языке. Это все очень новое, и это все нужно интерпретировать, и только создают какие-то специальные термины на таджисском языке, чтобы элементарно это было хотя бы понятно для местного населения. И последний момент, который я отмечу среди проблем, это то, что у нас Нужан это немного затронула, я так слегка суммирую, то, что в ударенных сельских местностях мы прям замечаем утрату традиционных знаний. На самом деле наша культура, она достаточно была приспособлена к образу жизни, то есть человек понимал, что мы полностью зависим от окружающей среды, и то, как мы ею будем управлять, от этого и будет зависеть наше качество жизни. Например, элементарный пример с ротацией сельскохозяйственных культур. Один сезон сеют определенную культуру, чтобы ее плодотворной земли не истощала, и следующий сезон другую. Вот такие элементарные традиционные знания были утрачены, потому что снова это никак не поддерживается и не передается в поколение в поколение. Ну, а думаю, по остальным вопросам уже затрону в следующих блоках. Спасибо большое, Аниса. Да, к сожалению, утрачиваем. И я не знаю, в связи с чем это происходит. В связи с тем, что все стремятся к большим удобствам или потому что у нас утрачены... Может, образования все-таки не хватает не только в сфере экологии, но и в сфере сельского хозяйства. Ну, хорошо. Ладно, мы сейчас поговорим о том, какова ситуация в Узбекистане. Пожалуйста, уважаемый Саид Расулака, вам слово. Расскажите о том, какова ситуация в Узбекистане с эко-культурой, экообразованием и просвещением. Добрый день, дорогие коллеги. В Узбекистане вопросы экологической культуры всегда были в центре внимания экологических, но не только экологических. В частности, когда 15 лет назад, уже 16 лет назад, создавалось эко-культурное движение... Извините, здесь у нас коллеги на телефоне. В программе экологического движения Узбекистана один из всей приоритетов – это вопросы повышения экологической культуры. У вас звук выключился, Саид Расулака. Пожалуйста, включите свой звук. Извините. Да, ничего. А, вы меня не слышали? Нет, вот где-то, наверное, полминуты мы вас не слышали. Вы сказали, что уделяется большое внимание, есть программа. Да, в программе экологического движения есть семи приоритетных направления. Четвертое направление – это повышение экологических, уровня экологических знаний и экологическое воспитание. Вместе с ВУЗами мы работаем с национальным университетом, государственным университетом экономическим, с региональными ВУЗами. Пройдена целая серия научно-практических конференций по вопросам развития экологического образования. Извините, я отвечу. Да, будем отвечать. Да, все нормально. Я сейчас в зубе, можно потом готов. Хорошо. Просто у нас рабочий день, кипит работа. У нас 10 лет от экодвижения, поскольку я представляю в том числе экодвижения Узбекистана, 10 лет в Нижней Палате Парламента, в Законодательной Палате, я уже говорил и повторюсь, работала депутатская группа, и она разработала концепцию развития экологического образования в Республике Узбекистан. Так вот, эта концепция была принята Кабинетом министров, утверждена в 2019 году, незадолго до объявления пандемии. И, к сожалению, пандемия очень сильно помешала нам внедрить ее положение в практику. Эти вопросы после COVID вновь были подняты общественностью. Тогда, в начале 2019 года, мы создали экологическую партию Узбекистана, и в ее программу записали красным цветом вопросы формирования экологической культуры, особенно перед молодежью. На форумах, которые мы проводим вместе с общенациональным движением Юг Салевич, у нас такое большое движение есть, с экологическими ННО, с госструктурами, в июне 2022 года, в ноябре 2024 года отдельные секции были по вопросам повышения уровня экологических знаний и навыков. На встрече с членами молодежного парламента, здесь в стенах Сената, 29 октября прошлого года, на протяжении полутора часов эти вопросы мы обсуждали с лучшими представителями студенческой молодежи. На общественных слушаниях, они проводились в августе 2023 года, я говорю о последних двух годах, эта работа всегда шла, на парламентских слушаниях в комитетах Сената 12 января этого года, на расширенном совместном заседании фракции экологической партии и комитета законодательной палаты по вопросам экологии и охраны окружающей среды, 14 января эти вопросы поднимались. Они были обсуждены на общественных слушаниях в транспортном институте в Ташкенте 24 января, и вот этот прессинг по вопросам в целом экологии, охраны окружающей среды и экологического воспитания был услышан, и буквально через несколько дней это прозвучало из-за главы государства на большом селекторном совещании, где присутствовали все члены правительства и должностные лица. Это было на 29 января, то есть совсем недавно, две недели назад. Вместе с тем добиться существенного прогресса в этой сфере нам пока еще не удается. Проблемы остаются. Это сокращение академических часов по экологическим дисциплинам в средних, в средних специальных, высших учебных заведениях, сокращение дисциплин, которые были на уровне высшего образования, дисциплин по экологии, это общая экология, социальная, вопросы экологии и иные вопросы. Сокращение числа специализаций, кафедр в вузах. Вот это то, с чем нам приходится иметь дело, с чем мы сталкиваемся. И эти вопросы, естественно, мы будем решать в своей работе завтра и в последующие дни. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Вот насколько я поняла, в общем-то, в принципе, с экообразованием дела у нас еще идут не очень хорошо, несмотря на то, что все понимают, все заявляют. Ну, надеемся, что в будущем этому будут уделять больше внимания. Я бы сейчас хотела поговорить о том, что делается, но прежде чем перейти ко второму блоку, я хотела бы напомнить. Я скинула в чате нашей конференции ссылку. Это форма обратной связи. Пожалуйста, уважаемые участники, я прошу вас уделить несколько минут заполнению этой формы. Это для нас очень важно. Это поможет нам улучшить нашу работу в дальнейшем. Так, давайте поговорим о том, что же делается. Саид Расулака, вы помните, что вы в обратном порядке. Мы начинаем второй блок, и вы сейчас расскажете нам о том, что же делается сейчас на всех уровнях, на уровнях и вашей партии, и в правительствах, и экоорганизациями. Пожалуйста, вам слово. Мы вас опять не слышим. У вас выключен микрофон. Извините, я не включу микрофон. Эта работа идет на всех уровнях и постоянно. В частности, вот вы упомянули о работе партии. Во всех 208 районах Узбекистана есть партийные функционеры, организации. И на любой встрече, где это происходит, вопросы экологической культуры непременно встают ребром. Потому что, ну, потому что все наши эксперты уже говорили, это и снижение общей культуры, и экологической особенности. К сожалению, пока мы этот вопрос не решили. Но для решения этих вопросов были предприняты вполне такие серьезные шаги. Так, например, 3 ноября 2022 года на совместном заседании двух комитетов в Сенате, это комитет по вопросам науки, образования и здравоохранения, и комитет по вопросам развития региона Преорали и экологии. Очень обстоятельно был этот вопрос рассмотрен. Эти вопросы, блок вопросов. С участием министров образования, высшего образования, министров среднего и среднего специального образования, дошкольного образования у нас такое министерство было, сейчас оно объединено со школьным образованием. Представители министерства культуры и природоохранных ведомств, это и министерство экологии, министерство сельского хозяйства, министерство водного хозяйства и другие участники услышали все, что об этом мы думаем. Там были приглашены представители общественности. Среди экспертов этих комитетов много лидеров общественных организаций и принято решение, достаточно такое объемное решение с разбивкой рекомендаций каждому из ведомств. Помимо этого, мы добились того, чтобы были созданы факультеты. Мы, в целом, это и законодатель, и общественность, и активисты добились того, чтобы был поставлен вопрос на самом высоком уровне президентам и решен этот вопрос о создании факультетов экологии в крупных вузах. Такие факультеты были созданы в трех вузах. Это Национальный университет Узбекистана в Ташкенте. Это Самаркандский государственный университет в Самарканде. Это Каракалпакский госуниверситет в Нукусе. И совсем недавно был еще один факультет открыт в научно-исследовательском университете ИМСХА. Раньше ирегационный институт был институтом, теперь он стал вот таким научно-образовательным учреждением. И довольно живо там идет работа и готовятся специалисты. Это, конечно, нас радует. Помимо этого, указом президента летом этого года был создан Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата, Green University. Наверняка вы об этом слышали. В Ташкенте он был открыт. И первый набор будет вот в этом году, в летний период. Совсем недавно состоялось открытие нового здания университета. И там был проведен большой Центрально-Азиатский форум, о котором я еще скажу. Теперь в Узбекистане, поскольку внимания стало больше к вопросам экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, стали чаще проводиться масштабные форумы. Так, Международный форум 2 октября прошлого года — это Центрально-Азиатский молодежный экологический форум по вопросам климата. Он состоялся в Сабарканде. Заседание стран Центральной Азии после конференции сторон рамочной конвенции по изменению климата — помните, эта конференция проходила в Дубае. Так вот, после конференции первое такое серьезное совещание произошло в Ташкенте 10 февраля, куда съехались министры пяти республик Центральной Азии. И был обстоятельный разговор. Мы со Светланой Могилюк вели третью сессию, которая была отдана молодежи и НПО. Совсем недавно, сегодня у нас, а еще не закончилось, сегодня 16-е, да? С 12-го до 17-го февраля в Сабарканде идет еще Сабаркандский международный климатический, извините, конференция по Боннской конвенции по мигрирующим видам. Там были наши представители, Ли Татьяна Борисовна, ну, естественно, от Министерства экологии. Был большой разговор, приняты хорошие решения, подписаны меморандумы, открытые новые центры в сфере экологии, такие международные центры, представительства международных организаций. Это тоже радует, потому что в работе всех этих структур непременно вопросы экологического образования, экологических программ, образовательных программ, экологической науки встают. Нам предстоит в апреле этого года провести в Сабарканде международный климатический форум. Естественно, там эти вопросы тоже будут подняты. Так что работа ведется, и мы всячески стараемся обострить внимание при выполнении работ в сфере экологии на то, что гвоздем всех программ является повышение уровня культуры, экологической культуры нашим гражданам, особенно молодежи. Спасибо большое. Вижу, да, ведется работа, наверное, везде. Я вижу по публикациям, по материалам, по тому, что сегодня вы рассказываете, что в странах наконец-то стали уделять внимание, но насколько она эффективна, да, мы будем, наверное, оценивать это чуть позже. Я сейчас попрошу Анису рассказать о том, какая работа ведется в Таджикистане, и насколько она эффективна. Пожалуйста, Анис. Что сказать по Таджикистану? В общем, конечно, у нас государство озабочено о экообразовании, эко-культуре. У нас это закреплено и как один из приоритетов на национально определенных вкладах в рамках Барижского соглашения. Это также и вложено в нашу недавно принятую стратегию по зеленому экономическому развитию. Но пока это у нас все на бумаге. Вообще такой большой игрок, скажем так, большая заинтересована страна в экологическом образовании. У нас ЮНЕ, на самом деле делают большой проект по внедрению экологического образования по Центральной Азии. Но это пока на уровне развития. Например, государство у нас также, комитет при охране окружающей среды, полномочный орган создает разные волонтерские эко-патрули, собирает, у них есть волонтерский эко-журналистический круг, где у них есть попытки, скажем так, вовлечения молодежи в вопросы окружающей среды и в том числе повышение осведомленности о проблемах окружающей среды. Но вот что я забыла еще отметить в прошлый раз, что у нас вся экокультура, экодействия и экообразования заканчиваются на обязательных субботниках и посадке деревьев. Кого бы вы не спросили, особенно неважно на самом деле молодежь либо старшее поколение, что делать, чтобы сохранить окружающую среду или что такое для вас экокультура, субботники, деревья, ну кто-то что-то еще может сказать про пластик, то есть в основном для людей это мусор и какое-то элементарное декоративное, я бы сказала, озеленение. Но вот таких глубинных знаний нет. Конечно, партнеры по развитию в этой части очень важную роль играют. Существует множество разных проектов, ООНовских организаций, ОБСЕ, ДжАИЗ и так далее, направленные на повышение осведомленности о проблемах окружающей среды. МПО старается очень у нас, я сама работник МПО и могу сказать, что мы лично уделяем большое внимание в том числе производство каких-то информационной продукции о разных проблемах окружающей среды. Будет изменение климата либо элементарные какие-либо экопривычки, которые может каждый из нас внедрить в нашу жизнь, в том числе проводятся разные адвокации среди школ. Но проблема снова всех этих инициатив, то, что абсолютно они все практически недолгосрочные, то есть они идут от проекта до проекта, работали с одной группой, проект заканчивается, группа остается, знания забываются, не поддерживаются, финансирование есть, работает, финансирование заканчивается, это работать перестает. Хотя это в таких моментах это нужно постоянно поддерживать. И как раз таки в этой части конечно необходим подход сверху вниз, когда уже государство предпринимает такие серьезные меры по экологическому образованию, а вот партнеры развития, гражданский сектор, это как раз таки могут быть акселераторами, катализаторами вот это ускорение этого процесса и внедрение экологического образования уже на уровне населения. Спасибо большое. Да, к сожалению делается, но как вы говорите от случая к случаю. Нурджан, вам слово, вы смогли запустить свою презентацию? Да, давайте посмотрим. меня слышно? Да, слышно? Как тебе презентация? А вот видно, да, теперь мою презентацию? Экран мы? Так, сейчас она, кажется, открывается. почему? не так скрывается. Так, сори, да. Я вот буквально один слайд хотела еще раз показать вот про работы Шукура, у него есть статьи по этой теме вот культура как условия возникновения человека, то есть вообще экологическая культура это взаимоотношение человека и природы и в своих работах он говорит о том, что экологическое сознание это не должно быть каким-то вот отдельным прям предметом или дисциплиной, это должно быть во всех аспектах нашей жизни и вот даже есть у него вот статья по устойчивым пастбищам, это все есть на сайте биома вот тут их логотип и у него даже есть книга по этой теме и я наверное сделаю возьму немножечко больше времени потому что я приготовила наглядный доклад вот как Аниса в прошлый раз сказала гражданский сектор является катализатором изменений и в Кыргызстане гражданское общество и активисты они сильные и я бы хотела рассказать вот нашей больше работе и некоторые примеры наших партнеров вот что мы делаем для того чтобы и каких результатов мы достигаем вот какие инструменты мы применяем для того чтобы просвещать адвокатировать вопросы мы делаем так называемые медиатуры для того чтобы демонстрировать решение и мы всегда стараемся выходить из вот этого бабла социальных сетей для того чтобы не быть только там в инстаграме в интернете и берем там СМИ блогеров и выезжаем в туры также к нам присоединяются чиновники и депутаты и у нас было где-то 10 таких выездных туров на свалку свалку этим летом потушили и также мы демонстрируем энергоэффективные решения в особенности для частных домов то что это источник смога и я вот хотела бы сказать что культура прививается через культурные мероприятия и для этого мы проводим театральные спектакли вот есть пример Джердин Балдары как они делали спектакль очень крутой для всех горожан и вот по Кыргызстану про проблему отходов про потребление а также вот мы делали совместно со школьниками тоже посылал по различным видам муралов ну вот экошколы лагеря я думаю во всех странах проводится и у нас есть видеоблог на Мувгрине для того чтобы очеловечивать нашу нашу экспертизу и доносить ее более так молодежно и вот здесь вот еще тут примеры да может быть у нас коллеги я у вас на премьере на премьере я тут у вас коллеги из Казахстана знают вот некоторых блогеров с которыми мы работаем это очень важно потому что традиционные СМИ они к сожалению не так сильно читаются да вот все больше любят какие-то быстрые новости 5-секундные тиктоки да и мы тоже стараемся это учитывать и также работа работа с СМИ у нас ведется очень масштабная да но я даже не стала включать ссылки потому что работаем мы со всеми а вот и еще что мы делаем конечно же исследования мы стараемся все наши действия основывать на данных и вот вот это вот было допустим по текстильным отходам в Кыргызстане это очень большая проблема вот я не знаю насчет других стран Центральной Азии но вот особенно после того как началось началось военное вторжение России в Украину очень много текстильных фабрик они перекочевали к нам в страну и сейчас это никак не регулируется и мы работаем и с производителями и с государством вот именно в данное время а также разные формы выставок мы открыли музеи в рамках трэш-фестиваля вот этой осенью и вообще другие фестивали Дарья-фест по сортировке тоже мастер-классы и такие фестивали они очень эффективны потому что горожане там любых возрастов приходят и с удовольствием там через досуг учатся так вот здесь вот еще пример про апсайкл потому что можно придать вещам которые у нас уже есть вторую жизнь второе дыхание и мы это проводили в самом популярном торговом центре и вот про это вот мы очень много говорим про Шаркану это такая площадка для того чтобы горожане встречались с муниципалитетом и имели вот именно открытые такие площадки для того чтобы обсуждать городские вопросы и у нас допустим несколько две точно было вот по теме отходов и работаем со школьниками вот Тазар проводит тренинги для школьников и студентов Тазар это платформа по управлению отходами где можно сдать свое вторсырье ну и также у нас есть другие организации там Кэмпо Лото Биом которые тоже активно работают с учреждениями вот на частном уровне да то есть там нет системы как-то масштабировано со школами с министерством образования пока что и еще вот примеры я постараюсь их быстро перечислить мы делаем делали кампанию для того чтобы не сжигали листья потому что законодательно это запрещено и очень важный пункт против которого мы боремся это канализационные стоки потому что ну у нас есть не только мусор и вот отходы когда мы ходим в туалет и нужно улучшать вот эту систему управления канализационными стоками на примере многоквартирных домов и во всех частных домах и у бизнесов должны быть свои частные очистные сооружения также мы пару раз выигрывали кампанию против того чтобы мэрия не использовала салюты делали информационную кампанию для того чтобы горожане тоже не загрязняли воздух и это тоже относится к экологической культуре для того чтобы у людей была просвещенность что это вредно также кампания по защите водохранилища которая на границе с Казахстаном от загрязнения свалкой и также это актуально для всех частных домов потому что угольная зола она тоже вредная там есть много опасных примесей и это все в горячем виде выкидывается на свалку и там тлеет и у нас есть компания с зеленым альянсом это объединение экологических организаций против атомной станции почему это на самом деле не экологично политическая зависимость и небезопасно ну и конечно же компания по опасным отходам по батарейкам это все примерно выглядит вот так вот карточки ну и конечно же также работа со СМИ и формат видео вот эту компанию допустим мы тоже выиграли это по китайским фонарям мы работали с Министерством природы на них выходили какие у них есть нормативки которые могут это запретить и с МЧС и МЧС по пожарной безопасности они вышли на правоохранительные органы и правоохранительные органы вышли на организаторов и вот так вот запретили этот фестиваль там по-моему тысячу фонарей было чему были конечно не рады организаторы нас очень хорошо поддержали поддержали люди очень много репостов тоже всякие лидеры мнений делились и вот пример одной компании по пищевым отходам мы тоже основывались на данных то что около 50% наших бытовых отходов это органика которая попадает на свалку и смешивается с опасными отходами со всеми любыми другими отходами там она не сортируется потому что не имеет никакой ценности для перепродажи и мы делали очень большую акцию там дошли до нашего парламента и у меня сегодня был очень такой инсайт то что сколько еще нужно делать для того чтобы у нас были какие-то ощутимые изменения потому что конечно же в общем контексте вот кто-то из спикеров говорил что не ощущается вот что люди стали более осознанными как будто бы да хотя работа делается большая спасибо большое а да у меня еще есть про госорганы да я немножко задерживаюсь задерживаюсь скажите нам как работают госорганы я думаю что то что вы сейчас сказали инсайт про то что делается большая работа но воз и ныне там это наверное самое основное потому что знаете я когда ездила как-то случайно попала в один из кишлаков в Таджикистане и вы знаете я была просто очень сильно поражена тем как там вот говорите что это не только мусор но я увидела вот своими глазами как там эта свалка возле домов в овраге это просто кошмар я не знаю в наших странах где-то вообще есть какие-то урны по сортировке мусора у нас в Таджикистане как-то была попытка но по-моему она провалилась ее нет да к сожалению воз и ныне там люди не стали мы не унываем я вижу у нас сегодня очень много молодых тоже активистов специалистов нам нужно просто больше соратников для того чтобы это самое главное сейчас мы сейчас я предоставляю слово Алие а не подождите а мне про госструктуру рассказывать у меня вот два слайда у вас уже очень много времени вы заняли да если у нас останется время я потом вам еще предоставлю чтобы вы ну хорошо тут в принципе все написано так что можете просто у нас есть ваша презентация если кто-то хочет напишите пожалуйста в чат мы эту презентацию скинем в чат чтобы вы могли посмотреть что делается в Кыргызстане спасибо большое Алия пожалуйста вам слово расскажите о том что делает спасибо большое Лова спасибо всем предыдущим спикерам очень интересно было послушать действительно есть чему поучиться в частности у коллег из Кыргызстана восхищаюсь климатическими активистами Кыргызстана их энергичностью и многочисленностью и вот судя по опросам в Кыргызстане как раз население больше всего беспокоится по по теме изменения климата поэтому явно есть чему поучиться у климатических активистов Кыргызстана к нам присоединился как раз человек которого я с самого начала ждала это Светлана Могилюк я бы хотела представить Светлану Светлана кандидата географических наук она экообразователь не только на уровне экоактивизма но и на уровне вузов и курсов повышения квалификации учителей Светлана председатель экофорума Казахстана член общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана она как никто другой знает что делается на уровне государства и экоактивистов в Казахстане по экологическому образованию по климатическому образованию поэтому и вообще Светлана прекрасный спикер прекрасный эксперт восхищаюсь ей бесконечно поэтому вот хотела бы передать свое время Светлана что вы приняли наше приглашение и присоединились Алия вам спасибо за то что вы пригласили Светлану и Светлана пожалуйста вам слово расскажите пожалуйста о том что делается в Казахстане для повышения экологической культуры и просвещения населения страны спасибо большое очень важный и нужный разговор и очень приятно видеть многих коллег которые над этим работают я бы хотела отметить что так же как и во всех других странах нашего региона к сожалению в Казахстане тоже нет системного подхода к экообразованию на мой взгляд это самое важное потому что конечно очень важны современные методы эко блогерцы и так далее но если у человека нет глубинного понимания то и ни культура не сформируется не сформируется возможность понимать правильные решения вообще в нашей стране сейчас очень много сделано для того чтобы люди имели право участвовать в принятии решений по вопросам окружающей среды я имею ввиду Оргутскую конвенцию участвовать в общественных слушаниях и так далее но мы видим что активность людей вот в отстаивании своих прав потому что да хорошо отходы вода это все очень нужно верно но это все поверхностные такие проявления наших глубинных пониманий на мой взгляд важнее заложить людям понимание того как они могут в целом способствовать защите окружающей среды и отставить свои экологические права в том числе ну и конечно же они должны уметь соблюдать экологические требования к культуру чтобы наша общая жизнь не разрушалась чтобы не разрушалась окружающая среда к ним и живет я хотела бы сказать что вот еще в 2020 году президент нашей страны выступил в одном из обращений к нации как это бывает ежегодно он особо отметил важность экологической культуры ну наверное прежде всего основывалось на том что действительно очень много к тому моменту вопиющих таких случаев мы наблюдали когда люди нарушали окружающую среду совершенно безобразным образом и совершенно без необходимости скажем не для того чтобы получить продукты питания еще что-то а все того что они не понимали что поступки такие как например проехать по озеру на автомобиле разрушить красивые природные объекты и так далее и после того как президент обозначил эту проблему в стране ну вот к сожалению у нас в странах так выстроено пока с высокой трибуны прозвучит особо госорганы не начинают этим вопросам работать но даже после этого когда мы ЭК-форума предложили двум министерствам потому что мы сейчас видим проблему в взаимоотношениях между министерствами Министерство образования считает что экообразование это только один из элементов программа школы сильно нагружена и поэтому лишние части для экологии выделить они не могут это уже много лет повторяется из года в год а Министерство экологии считает что это вообще не их вопрос это Министерство образования мы от ЭК-форума предложили создать рабочую группу потому что действительно на работах много есть информация которой можно поделиться но не воспринимают учителя а у нас система как и во всех принципе странах нашего региона такая что экология вложена в различные предметы школьные в географию в химию и даже в литературе мы знаем что есть такие требования чтобы темы экологии изучали но согласитесь не все преподаватели других дисциплин которые не имеют глубокого знания и понимания могут действительно качественно донести основы знаний и получаются такие довольно поверхностные вещи зачастую как мы это видим в итоге культура не формируется мы видим это и в высшем образовании если у нас несколько лет назад был такой специальный предмет как экология устойчивого развития который изучали представители всех специальностей то есть это было ну вот как есть итория да стран обязательный предмет для всех к сожалению сейчас его как обязательного нет то есть мы даже видим откат не прогресс как провозглашается с высоких трибун а видим шаги назад по-прежнему нет предмета в школьном образовании исчез специализированный предмет в высшем образовании и в итоге мы видим что специалисты всех отраслей хозяйства они не понимают как их деятельность разрушает окружающую среду я еще раз говорю это не на уровне мусора и водопользования хотя это тоже важно потому что это каждый из нас делает но скажем на уровне принятия решений городской администрации о вырубке деревьев да прокладке дорог вот сейчас у нас в стране дошло до того что министерство водное водное значит водное министерство вновь созданы да вместо того чтобы предпринимать меры по сохранению водных объектов собирается строить кучу новых водохранилищиков но это для экологов которые понимают что это просто идет к чрезмерному испарению и вообще просто ненужной растрате водных ресурсов для нас это просто нонсенс мы не понимаем как могут такие решения приниматься но мы понимаем что это происходит из-за того что нет глубоких системных знаний и на мой взгляд вот все что делают блогеры все что делаем мы экоактивисты это очень важно нужно полезно но если не будет основ знаний к сожалению мы будем иметь вот то состояние окружающей среды которое все-таки больше зависит от таких глобальных решений как предопользование как хозяйство промышленность сельское хозяйство на мой взгляд все-таки важно именно осознать вот это на уровне государств и начинать менять ситуацию но при этом я хочу сказать что мы как и все мои коллеги в Казахстане предпринимаем очень много усилий и в 22 году у нас прошла очень интересная конференция я приглашаю всех коллег воспользоваться у нас телеграм-канал Экофорума существует и там есть материалы эко-конференции мы ее проводили онлайн потому что тогда еще были такие ограничения после ковида и очень много материалов мастер-классы замечательные наши коллеги показывали очень много материалов которые могут пригодиться например учебник вернее не учебник а такое пособие для школ по климату разные наработки для младших школьников даже для детских садов наша организация разрабатывала такую методическую игру которую можно использовать в детских садах обо всем об этом мы говорили два дня в сетекционных причем разных группах то есть около 200 человек приняло участие в этой конференции и мы увидели как много наработок все-таки есть то есть говоря о том что нужно переходить к системному базовому формированию знаний я хочу сказать что все-таки делается очень много материалов есть очень много и те кто желает может это делать я прежде всего к учителям обращаюсь потому что у нас экология она идет как факультатив в виде классных часов пожалуйста используйте эти наработки потому что на самом деле люди не сидят на месте и работают интересно очень много спасибо за внимание спасибо большое спасибо Светлана Алья у вас есть что сказать я знаю что у вас очень вообще мне вот Нурджан посоветовала я посмотрела у вас вообще очень крутой блог там столько много информации тоже спасибо большое Лола у меня больше к третьему как раз блогу когда мы будем говорить о эксперимендациях и каких-то научных моментах я вот знаете все-таки я конечно стремлюсь быть очень прогрессивным человеком но иногда мне кажется что я помню свое детство вот у нас например во время ну вот тогда это было как бы я живу и выросла в Таджикистане и у нас были я работала на телевидении у нас были программы для детей и вот там было очень много телевидение показывало как себя деткам нужно вести на улице там обучали допустим правилам дорожного движения как нельзя там я не знаю обижать животных и так далее то есть вот то что сейчас делается мы говорим образование просвещение экология я совершенно согласна с вами вот со Светланой то что вы сказали что без того чтобы кто-то еще из спикеров говорил о том что если вот не принимать вот это вот все сверху то вся вот эта работа которая ведется она как-то ощущение такое что она просто в академических кругах или в кругах экоактивистов и так далее то есть необходимы более радикальные мне кажется меры давайте поговорим о том что же необходимо делать в первую очередь чтобы приучить людей беречь охранять свою окружающую среду что еще можно сохранить какие знания навыки нужно вкладывать и в детей по-видимому во взрослых начиная от детских садов там школ СМИ ТВ радио и так далее можно выступить да я потом предоставлю вам обязательно слово спасибо большое сейчас это не это не это не материалов по особенно климатическому образованию на национальных языках это мега важно потому что у нас сельчане в основном говорят на национальных языках и в то же время сельчане больше всего страдают от изменения климата поэтому нужно очень прям сфокусироваться на том чтобы закрыть вот эту вот брешь когда у нас информация не доходит до сельчан потому что язык потому что интернета там нет и в третьих это язык предмет нам всем странам в Центральной Азии нужен отдельный предмет в рамках школьной программы и сейчас когда Центральная Азия более активно становится более активно становится как раз в климатических переговорах как раз у нас есть шанс в рамках вот этого процесса продвинуть климатическое образование и в образовательной системе и вот этот процесс как раз хорошая такая рамка для того чтобы нам всем вместе продвинулись в том числе и вот этот момент поэтому я бы хотела вот как раз эти три момента озвучить могу потом это все как-то письменно более подробно оформить с коллегами посоветоваться и может быть опубликовать в рамках результата это все спасибо спасибо большое Анужан пожалуйста вот ваши три минуты по рекомендациям чтобы вы порекомендовали сделать включите звук пожалуйста три минуты вот то о чем мы уже сегодня говорили о том что нужно государственным органам сотрудничать с гражданским сектором для того чтобы масштабировать деятельность и экспертизу экспертов да экологов и у нас есть очень хорошие примеры того как министерство природы начало работать собирается делать комитеты по направлению делать открытые встречи но это очень сильно зависит от людей которые там от человеческого фактора поэтому либо нужно работать с теми кто есть либо конечно же идти в политику идти в госорганы и быть уже на той стороне да потому что вот сегодня у нас к сожалению нету представителей госорганов экспертов оттуда и также я хотела бы сказать о важности того что они должны быть открытыми вот в моей презентации вы можете увидеть примеры Тазалыка в пешке который рассказывает о их работе и тогда уже граждане понимают насколько это сложный процесс и почему и как нужно им помочь и также третий пункт последний про то что нужно экологическую культуру внедрять в массовую культуру вот очень хороший пример у нас есть мультик называется Киримет Коч и это тоже запускался как проект по продвижению кыргийского языка и вот вот такой продукт можно разрабатывать и внедрять на национальных каналов для того чтобы ну это не было только в каком-то определенном бабле спасибо 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 большое меня вот немножко выбивало тут из интернета поэтому я думаю запись идет и я потом услышу рекомендации пожалуйста Аниса вам слово три минуты да большое спасибо как уже было упомянуто необходимые такие крупные структурные изменения наверное лучше приведу пример на примере европейской страны мне посчастливилось быть на учебном туре вместе с нашим комитетом по охране окружающей среды министерством экономики в Вене в Австрии считается одной самой устойчивой страны в мире и мы ходили как раз таки по их госорганам узнать как они добились таких успехов сохранения окружающей среды и такой высокой осведомленности среди населения у них это все началось в 1980 году то есть им как стране понадобилось больше 40 лет чтобы свое население довести до такого уровня и вот нам как раз таки тоже очень важно понимать что это все должно идти небольшими шагами но вот так постепенно должно прогрессировать и у них был очень интересный подход они в первую очередь внедрили экообразование на уровне детских садов то есть они ее устроили так что они обучали детей дети ходили домой и учили родителей как сортировать мусор как экономить энергию и так далее то есть это когда уже дети приходят домой и учат родителей а не наоборот и в том числе было и в школах то есть получается можно сказать дети были их вот такими акселераторами их структурных структурных изменений и после чего конечно там это все сопутствовалось прогрессивной экополитикой в сохранении окружающей среды и более рациональном использовании природных ресурсов вот один из таких очень успешных примеров но с остальными моментами которые уже упомянуты были моими коллегами абсолютно согласна особенно по вовлечению гражданского общества у нас немного сейчас гражданское общество тяжело дышит в странах но стараемся работать это тоже очень важный момент но это конечно вопрос крупных структурных изменений на уровне государств спасибо большое да мировые примеры они очень важны сейчас еще один еще двое экспертов потом я предоставлю слово вам я понимаю я понимаю я бы хотел сказать что рекомендации такие давно мы разработали и они закреплены в концепции развития экологического образования в республике Узбекистан это системный документ там по полочкам разложено что нужно делать на уровне дошкольного образования начиная от семьи и детских садов и ясель на уровне общего среднего образования среднего образования среднего специального образования высшего образования послевузовского образования на уровне повышения квалификации кадров и внешкольного образования то есть там по порядку все изложено помимо этого ну не хочу повторяться этот документ есть, я могу выставить, если будет интересно. Помимо этого, нужно, конечно, использовать, сейчас много говорят об инновационных подходах и технологиях, нужно их использовать. В том числе и для самых малышей, когда мы говорим о том, что нужно прививать экологические навыки с самого детства, это и мультики, помимо того, что дают мама с папой. Такие экологические мультики есть в большом количестве, но нужно сориентировать родителей, особенно молодых родителей, чтобы они эти мультики показывали вместо развлекательных всяких роликов и рекламы. Кроме этого, естественно, должна идти речь по более тесной интеграции науки, образования, практики в вопросах экологического образования и воспитания, используя для этого все возможности. Формирование экологической культуры надо рассматривать как единый процесс и повышения экологических знаний, и обучения навыкам экологического поведения, не только в природе, но и в быту. И воспитание бережного отношения к окружающей среде, начиная от атмосферного воздуха, питьевой воды, вообще воды, земельных ресурсов, заканчивая разнообразием. В частности, для этого, вот уже здесь коллеги говорили, используются разные подходы и методы. Это и фестивали, и системные такие мероприятия. Мы для этого используем конкурсы, естественно, это делается в других странах. У нас есть хорошие начинания, так скажем, акция под девизом «Помощь оралу», когда молодежь, молодежь сама собирает деньги, нанимает автобус, собирает семена саксаула и выезжает из Хорезма и Нукуса в Мунарский район на нулевую точку и сдает в штаб лесников эти собранные семена и участвует в посадке саженцев саксаула. Это хороший метод воспитания. Такая же практика есть и по другим акциям. Скажем, мы зачистим Чимган, когда мы в дни на всемирной накануне или после всемирного дня окружающей среды выезжаем в Чимганский комплекс, горный комплекс и там наводим порядок после того, как проходит большой фестиваль Чимганское эхо. Вы, наверное, об этом слышали. Но есть опыт и в других отношениях. Я думаю, что весь этот опыт надо использовать и постоянно его обновлять и напоминать, что такая практика есть, она забывается, затирается нашей рутинной ежедневной работой. Но это нужно вновь поднимать и использовать уже в новых условиях с новыми людьми и с новыми инициаторами. Спасибо. Спасибо большое. Светлана, пожалуйста, вам слово и потом слово. Вот я, к сожалению, только вижу, что у вас есть имя Шухрат, а кто вы и потом вы представите. Пожалуйста, Светлана, вам слово. Спасибо большое. Ну, я полностью поддерживаю то, что сказал Сейдрасул. Нам необходимо вести системную работу. На мой взгляд, все-таки самое важное начать с базовых знаний в школах и вузах. Но работать надо согласно со всеми, начиная с детских садов, используя все средства масс-медиа и современные медиа-средства и, конечно, традиционные такие, как телевидение. Увы, как только у нас все это стало частным, очень мало прослеживается государственной политики образовательной, а ведь это очень хороший канал. Поэтому, на мой взгляд, можно все-таки в странах принять стратегии экологического образования. Какое-то время назад они существовали, но теперь они просто растворились и вести вот эту последовательную работу через усилия всех и профессионалов, таких как ученые, таких как преподаватели в школах, в вузах и в то же время через те возможности, которыми сейчас обладает гражданское общество, через неформальное образование. Кстати, я хочу сказать, что в Казахстане сейчас все больше и больше концепция непрерывного образования принимается, делаются такие инструменты, чтобы можно было вот эти знания, которые даются на семинарах, на других дополнительных формах постфузовского и подшкольного образования, чтобы все это учитывалось. Ну и на мой взгляд, очень важно все-таки восстановить вот это образование для всех представителей всех специальностей в вузах, чтобы люди системно, глубоко понимали последствия нашей человеческой деятельности для окружающей среды. Потому что, к сожалению, еще раз говорю, просто заменить поверхностными знаниями и навыками, которые мы формируем вот таким информальным способом, это не решит проблему глобально. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Шухрат Ака, представьтесь и что вы хотите нам сказать? Добрый день, уважаемые участники, Мурадов Шухрат Адылович, доктор технических наук, профессор, член Нью-Йоркской академии, член Международной академии биосферных наук, представитель в Узбекистане и Европейского международного фонда Energy Global и так далее, и так далее. Слышно, да, меня? Слышно? Да, да, да. Вообще, очень актуальный вопрос, подняли, очень актуальный, я давно его ждал, потому что на именно экологическую культуру обратился в свое время недавно и наш президент. Вообще, у меня такие предложения, от слов надо переходить уже к делу. Главное, действительно, это образование и воспитание. Если мы не начнем воспитывать и не поставим на нужный уровень экологического образования, от этих мероприятий эффективности нет, абсолютно. я думаю, вот эта платформа дает нам такую возможность. Я думаю, по Центральной Азии надо разработать сквозную общенаучную программу изучения предмета экологии с основами охраны природы. Может быть, даже совместно с учеными, специалистами написать учебник, и по которому учить, начиная с детского сада, как сказал вузовского образования. К сожалению, в Узбекистане сегодня из-за того, что не понимают сущности значения экологии, в отдельных вузах просто снимают этот предмет из-за введения кредитной системы обучения. Я был буквально приехал с Международной конференции, там в Самаркандском государственном университете вообще экологию убирают даже. Вы представляете, на каком уровне. Поэтому я думаю, сегодня надо нам объединиться, написать эту программу, опробировать ее, и на базе этой программы готовить единые учебники обучения. Мы сейчас договорились с профессором Изотулайва, Маби Тулаева, видные ученые-экологи. Я напишу письмо, я уже сказал, и председателю экологической партии, министру экологии. Для правительства надо обратить их внимание, чтобы включили в учебные планы предмет общей экологии. До сих пор у нас пишут, в частности, в Узбекистане, учебники не по экологии, а по охране природы. А это ведь разные вещи. Даже министерства ведь сто раз меняли, все равно оставили. Экология, охрана окружающей среды. надо сначала изучить экологические законы, закономерности, принципы и правила. Все знать элементы, основы экологии, а потом заниматься охраной природы. Вот это вот на таком уровне, и когда начинают говорить об охране, конечно, это несерьезно получается, без знаний экологических. Поэтому я считаю, что давайте, если получится, я дам свои предложения по этой программе, дам свой учебник, учебные пособия. Мы обобщили порядка 500 литератур мира, начиная от Эразма, Дарвина, Одема и всех ведущих ученых, экологов мира. И написали двухтомик основ экологии. Недавно я выпустил учебник основ экологии для небиологических направлений, потому что в основном технические технологии управляют технари, не знающие элементарных законов экологии. Поэтому у меня просьба и предложение. Давайте действенное начнем. Программу учебники и до правительства доведем. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Мне вот очень приятно, что здесь собрались вообще неравнодушные люди. У нас вот в чате тоже люди обмениваются уже своими контактами. Давайте, пожалуйста, скиньте свои контакты. вот здесь ребята скидывают в Телеграм. Это было бы вообще замечательно, если бы мы действительно объединялись и могли бы быстренько друг с другом контактировать. Пожалуйста, Шахрат Ака, скиньте свои в чат контакты. Я скину в Саудра 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 есть мои контакты, реквизиты, мы все. Проблем нет. Спасибо большое. Я готов работать. Спасибо. Я же говорю, мне очень приятно, что собрались неравнодушные люди, и вот здесь у нас в чате есть вопросы к Светлане Могилюк и Саид Расулака к вам обращались. Они говорят, какие есть рекомендации для молодежи. Я думаю, что рекомендации сейчас уже все услышали, что необходимо делать. И были показаны примеры, чем занимается молодежь. Вот на примере Нуджан и Анис и всех остальных. Еще есть вопрос. Вот я тут видела представитель общины Бахаи города Ташкента Гульнара. Она спрашивает, как осуществляется сотрудничество с религиозными организациями в плане экологического просвещения культуры в ваших странах и в плане социальных экопроектов. Кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос? Я могу сказать. Я недавно выступил по радио и телевидению. Вот затронул вопрос как раз религиозников, эти мечети и так далее. Будучи в Штатах, я видел, насколько там церкви занимаются экологическими проблемами. Создают целые сады, там сажают, школы организуют и так далее. и так далее. Я вот тоже предложил, чтобы в Узбекистане мечети должны заниматься этими вопросами. И не только возьмите Коран, он весь выказан, там ведь охрана природы, создание, охрана растительного мира, животного мира, и так все это сказано. Надо именно требовать хотя бы в рамках их Корана, чтобы они действовали. Пусть создают сады, пусть создают парки, воспитанием занимаются, большому сожалению. Совершенно верно говорят, что мы упустили их, а это сейчас количество религиозников увеличивается их, а вот именно надо как-то, я не знаю, через правительство что ли и так далее приобщить их, потому что у них большие финансы, пусть они создают это тоже на практике. Спасибо. Спасибо огромное. здесь в чате вот Мария Степанова, она предложила обмениваться этими контактами, и вот здесь вот люди обмениваются, и вот еще Ольга Понизова сказала, при просвещении важно также показывать связь экологических проблем, и в частности проблем изменения климата на жизнь людей, особенно на их здоровье. Если люди поймут, как человеческая деятельность вообще и поведение людей влияет на состояние окружающей среды изменения климата через их здоровье, это будет способствовать повышению экологической осудомленности и изменению привычек людей. Спасибо большое вам за рекомендации, также я их вот всех собираю, и вот у меня здесь есть один документ, я их туда все копирую. Большое спасибо всем вам, если нет вопросов больше, тогда я завершаю эту встречу и напоминаю вам о том, чтобы вы дали нам свою обратную связь, ссылки в чате нашего мероприятия и заполнить эту форму, ответить на несколько вопросов. Я благодарю всех наших уважаемых экспертов, которые сегодня собрались, всех, кто нас видел, слышал сегодня и напоминаю, что с нами сегодня на связи были эксперты, которых я пригласила, это из Казахстана Светлана Могилюк и Алия Веделих из Бишкека Нурджан Чунуева, Аниса Абибулуева из Душамбе, Сейдрасол Сангинов из Узбекистана. Модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова, до новых встреч, я думаю, что в этом году у нас раз в месяц, два раза в месяц я буду проводить такие экспертные обсуждения и они все посвящены именно изменению климата и всем остальным экологическим вопросам. Спасибо всем за участие, всего вам хорошего, до новых встреч.